В Центральной детской библиотеке состоялась онлайн-встреча с библиотекой из Гомеля. Этот город в Белоруссии с 2015 года является побратимом Магнитогорска. Телемост был посвящен 75-летию Великой Победы. В нем приняли участие школьники, а также ветераны. Подробности в следующем сюжете. Это уже шестой телемост, который проводится в Центральной детской библиотеке с Гомелем. Такими онлайн-встречами организаторы подчеркивают значимость того факта, что наши города являются побратимами. У России и Белоруссии общая история. Магнитка в годы войны ковала победу в тылу. Гомель более двух лет был в оккупации. Мы хотим, чтобы наше поколение новое, и они помнили наших героев, те, кто ковали эту победу. Героев не только, которые воевали на поле сражения, но и те, которые работали на заводах, то есть труженики тыла. В рамках онлайн-общения ученики третьего класса 28-й школы рассказали о героях-магнитогорцах, чьи имена навеки вписаны в историю города. Была на встрече и труженица тыла, свидетельница тех тяжелых лет Валентина Ивановна Кива. В то время она жила в деревне недалеко от Магнитки. Когда пришла война, ей было всего 11 лет. Практически все мужчины ушли на фронт, остались только женщины и дети. Валентине совсем юной девочке приходилось работать не жалея себя, заниматься сельским хозяйством, выращивать пшеницу и овес. Все продукты отправлялись на фронт, а жители были вынуждены жить впроголодь. Кушать нечего было. Собирали колоски, гнилую картошку. Вот это вот чем-то, что-то там готовила мама и бабушка. А мы вот целый день, с утра и до вечера, даже и не было ни выходных, ни проходных. Тяжелое было очень время. А в зимние вечера вязали носки и варежки для того, чтобы отправить на фронт. В знак признательности на встрече Валентине Ивановне школьники подарили букет цветов. С песней перед гостями выступили солисты центра «Камертон». Кроме того, ученики зачитали поздравления из военных писем, которые сделали своими руками, а также рассказали стихи. Пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. О военной истории своего города, а также о своих героях рассказали и участники встречи по другую сторону экрана.